Сегодня ясный солнечный день, 23 июня, и мы встретились с Валентиной Григорьевной, это наша пациентка, в которой 13 мая была выполнена достаточно большая операция, состоящая из нескольких подопераций, которая включала в себя коррекцию формы носа, верхней губы, эндоскопического фронтно-парального лифтинга, эндоскопической подтяжки средней зоны лица и открытый смаз-лифтинг средней зоны лица и шеи. Сейчас мы можем рассмотреть более внимательно этот результат и поговорить с Валентиной Григорьевной по тем моментам, вопросам, которые ее волновали перед операцией. Мы хотели задать сегодня несколько вопросов, потому что нам нужно осветить для многих пациентов тему «Почему пластическая хирургия лица, несмотря на ее важность, она достаточно легко переносится пациентами?» И начнем мы с такого относительно важного вопроса. Он будет звучать так. Когда Вы задумывались об операции по омоложению лица? Ну, может быть, это началось с декабря месяца, когда уже в глаза стали мне бросаться изменения нижней трети. Вот. И может быть, они раньше начались, но вот именно вот где-то вот так вот я уже стала задумываться, что мне это не нравится. Один из таких самых главных вопросов – это вопрос выбора хирурга, потому что я уверен, что Вы рассматривали несколько разных кандидатур, я имею в виду хирург, которые бы могли предложить Вам свои услуги. Вот. И для меня, как для врача, очень интересны те нотки, которые заставляют каждого пациента остановиться на выборе вот именно конкретного врача. То есть сначала это просмотр социальных сетей, знакомство с врачом там на консультациях и так далее. Расскажите нам, пожалуйста, мне было бы очень интересно от Вас это услышать. Почему Вы? Ну, конечно же, я обратилась в несколько клиник, и я общалась с другими хирургами. И это вот как раз в этот момент был, когда моё решение было уже окончательное, что я всё же буду это делать, и мне именно нужен был специалист, которому я доверюсь, и клиника, которая расположит меня к себе. Ваша консультация была самая объёмная, очень информативная. Мне понравилось, что Вы говорили не комплименты для клиентки, которые Вы заигрывали бы, как это бывает, и перетягивали к себе. Вы просто дали мне информацию, и Ваше отношение к операциям очень профессиональное было. И я поняла, что Вы действительно видите те моменты, которые я хочу убрать, а не просто последовали бы, что Вы хотите, то мы Вам и сделаем. Конечно, мне понравилась клиника, мне понравились очень приветливые девушки Ваши. Вот я была тогда вот с администраторами, да, как бы в первую очередь. И уже придя домой, подумав обо всём, я отменила последующие консультации, потому что я поняла, нет смысла уже искать, я уже, ну, приняла решение, что Вы будете моим доктором. Какие страхи были? Что Вас беспокоило перед операцией? Доктор, перед консультацией с Вами, ну, конечно, у меня были страхи, правильно ли я вообще обращаюсь, или мне, может быть, уехать уже немножко куда-то дальше. Ну, после встречи с Вами, после Вашей консультации, мои страхи отпали. И Ваша уверенность в положительном результате передалась мне настолько, что я уже с нетерпением ждала этого 13 мая, чтобы, наконец-таки, прийти и через несколько дней увидеть новую себя. В эмоциональном плане? Ровно, спокойно или всё-таки с какими-то, ну, лёгкими волнениями, нотками волнения? Вот подготовка к операции, в любом случае, это несколько дней ожидания, правильно? Ну, да, конечно, ну, это естественный такой момент, у Вас в клинике настолько удобно, я пришла, всё сдала, с девушками мы пошутили, я уехала домой, девочки сказали даже зубную щётку не брать, вот, я приехала, всё отлично. Были ли, вот, Ваши друзья, родственники, коллеги, с кем бы Вы делились какими-то переживаниями, эмоциями перед операцией? Или Вы обошли эту сторону, этот вопрос стороной, и несколько скрыли предстоящее вмешательство? Знаете, не то, что скрывала, но это был тот момент, когда мы немножко отделились друг от друга, да, вот, в силу там каких-то моментов. Ну, несколько девчонок моих подружек знали, на что я, какое я приняла решение и когда это будет происходить, но не более того. День операции, да, мы с Вами встречаемся, обсуждаем, ещё раз проговариваем моменты, да, фотографируемся, я Вас дальше передаю анестезиологу. Вот тут у многих пациентов переживают и говорят, так, что-то там вставили в венку, что-то попало, катетер и так далее. Были переживания? Нет. Потому что вот здесь, знаете, у многих пациентов колотится сердце. Нет, ну, может быть, и было лёгкое волнение, но это как, знаете, как перед ожиданием чего-то, да. Вот мы когда ждём праздник, мы же волнуемся, да, когда мы встреча с незнакомым человеком, мы тоже немножко, да, волнительно такие моменты. Ну, Василий Николаевич, он такой обаятельный, такой хороший специалист, он тоже мне всё рассказал, как будет проходить, какой будет подаваться наркоз, а кто где будет находиться. То есть со мной провели такую объемную консультацию, что мне было даже интересно. Я могу сказать так, что во время операции мы несколько слайдов покажем, да, но вот такой момент. Как проходила реабилитация? Насколько комфортно Вы себя чувствовали после такой большой, и мы не будем скрывать, 11-часовой операции, да, как это было, Вы пациент, и всё-таки даже та мельчайшая и в деталях проработанная забота врачей и персонала клиники, она всё-таки Вами оценивается, да. И если это можно так поставить и сделать такой вопрос, как всё-таки это происходило, если возможно, как-то более в деталях рассказать, чтобы мы понимали, чтобы пациенты, которые хотели бы провести эту операцию, но у них испытывают какой-то серьёзный дискомфорт или даже страхи, о которых мы можем говорить, да, они бы, послушав Вас, может быть, изменили своё решение в другую сторону, положительную сторону и выбрали не конкретно, может быть, нашу клинику или меня лично, как хирурга, но всё-таки поняли, что это не так страшно, и эту операцию можно делать. После операции меня разводили Вы и Василий Николаевич. Пояснили мне, что всё уже закончилось, что я в палате. Сказали, что результат Вам очень понравился, и осталось немножко, чтобы я только помогла Вам своим позитивным настроем. Вот что очень запомнилось, что касаемо девочек медсестёр, они у Вас, конечно же, необыкновенные, прибегает Алина, Алина, да, у меня подружка Альбина. И это жизнерадостный такой человек, который начинает рассказывать о каких-то новостях, заряжает своим позитивом. Другая девушка, медсестра, подошла, взяла мне за руку, гладит по руке и говорит, «Меня зовут Ирина, я сегодня буду всю ночь с Вами». Вкладывает мне в ладушку эту кнопку и говорит, «Обязательно мне звоните, обязательно меня зовите». И потом она меня журила, что я её не призвала к себе. Я ей была, ну вот она сама приходила. У Вас все очень внимательные девочки. Что касаемо моего лечащего доктора, который меня прооперировал, я не ожидала такого подхода. И это не только мои слова. Когда Вы приходили и протирали мне глазки, когда Вы мне чистили ушки, когда Вы настаивали на том, чтобы я начала кушать, хотя аппетита не было, и Вы заставили девочек также кормить меня с ложки. Это было действительно как маленького младенца, Вы нянчивали. И у меня были под бельём на голове салфетки. Я себя звала Чебурашкой, но они такие белые, объёмные. И когда Вы принесли ободочек в цвет моих волос, чтобы я стала посимпатичнее, чтобы эти белые салфетки не были так видны, ну это удивило вообще. Так что я считаю, что здесь не то, что бояться, здесь нужно идти, потому что такого отношения, когда я рассказываю, мне не верят. Скажите, это больно? Или всё-таки больше на грани с дискомфортом, нежели чем выраженный какой-то болевой синдром? После операционной моменты я боли не испытывала ни одной секунды. Я понимала, что у меня отёк идёт, и Вы мне это всё рассказали, через какое время и каким образом он будет спускаться. Я к этому моменту уже была готова к этому, так как владела информацией. Мне была смешная я. У меня были три ножи, которые мы называли погремушками. Ну и отёчность, но это же всё естественно, так должно было быть. Болей не было. Результаты мы оценивали, естественно, каждый раз при встрече, и когда я там снимал шовчики или снимал повязку наружный сплин с носа. Скажите, когда Вы их видели, какие эмоции были, всё ли совпадало с тем, как мы моделировали всё перед операцией, было такое компьютерное моделирование? Или всё-таки результаты даже были лучше или хуже, может быть? Что, какие эмоции, как Вы реагировали на то, что видели в зеркале после кратковременного снятия повязки? Моя радость, да, она была. По капельке Вы мне её показывали. И, ну, конечно, шовчики, они не давали того результата. Ну да, Вы сняли шовчик, это там замечательно. Но когда Вы мне показали мой новый носик, я была безмерно счастлива. И, скажу честно, он превзошёл те результаты, на которые я рассчитывала. Ну, я подвизгивала, если Вы помните, я подвизгивала в перевязочной, от радости, от всего того, что я увидела. Мне очень нравится. Меняется ли жизнь после пластики? В какую сторону? Что происходит в эмоциональном плане? Ну, в целом, расскажите, пожалуйста. Конечно, меняется. Больше уверенности, больше позитива, мне кажется, стало от меня проходить. Мне всё нравится. Я любуюсь собой, как нарцисс, конечно. Но и всё же я этого хотела, и доктор мне это подарил. Конечно, меняется. Меняется в лучшую сторону. Что бы Вы посоветовали девушкам и женщинам, которые ещё только планируют проведение пластических операций на лице кнутри? Я бы посоветовала возвесить все те затраты, которые мы отдаём на поддерживающий эффект, и которые мы можем оплатить эффект, который нам подарит хирург. Это первое, потому что мы все живём, к сожалению, в материальном мире. И многим это тоже останавливает. Второе, я посоветую найти своего хирурга, как я нашла Вас. Для меня это действительно большое счастье. Я очень довольна результатом, и, понятное дело, я не остановлюсь. Теперь я буду к Вам часто приезжать. Не надо бояться. Когда есть человек, который показал свою профессиональную сторону, это отразится шикарно на Вашей внешности. Очень нескромно, но я тому подтверждение. В нашем обществе не принято задавать женщине вопрос про её возраст. И всё-таки с Вашего позволения. Позвольте мне его задать. Валентина Григорьевна, сколько Вам лет? Вы знаете, я никогда не скрывала свой возраст, а сейчас я могу с горлостью сказать. Мне 57 полные. Это исполнилось в апреле. Продолжение следует...